Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. 14 часов 3 минуты московское время. Дамы и господа, вы слушаете и, конечно, смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калина и наши гости. Звезда, легенда. Юлия Рачалова у нас в эфире. Юлия, здравствуй. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Для артистов. Доброе утро. Да, я очень рада сегодня быть у вас в гостях. И у меня такое позитивное. Я ехала уже с таким позитивным настроением. Это приятно. Да, и я надеюсь, что мы вот это время проведем максимально позитивно и для нас, и для наших зрителей. Мы расскажем, что произошло интересного у Юлии. Это из того, что мы уже знаем. Значит, клип «Я выбираю». Мы его непременно посмотрим. Так что вы будете в компании «Страны.ФМ». Вопросы Юлии можно оставлять в ВКонтакте «Страны.ФМ». У нас есть публикация, посвященная ее визиту. Ну, а вообще, пока расскажи, как лето-то проходит. Как настроение вообще? Настроение прекрасное. Лето, половину лета я посвятила реально работе. Я этого не делала до этого, потому что лето всегда у меня каникулы. Отдыхала? Ну, да, я всегда так планировала. Но мне хотелось сделать летнюю песню, и такую песню, которая будет такая самоутверждающаяся. Жизнеутверждающаяся. Жизнеутверждающаяся. Позитивная такая. Она очень такая важная, да. Позитивная. Настрой, настрой. Конечно, у нас многие любят, и мне кажется, это у нас в крови, у русских, я имею в виду, как в менталитете, песни и страдания, неразделенной любви или еще что-нибудь там. Я решила, что хватит уже такого нытья, давайте уже. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна, да. В любом состоянии. Лилочка, смотри, это, получается, вот песня, которая задаст настроение целому альбому, или ты выпускаешь сейчас сингл, как у тебя. Это сингл, да, это сингл. Вы знаете, я какой-то период времени в связи со здоровьем отсутствовала и принимала участие во всех каких-то там программах или, ну, вообще... Было не до этого. Не так, да, не так много, и посвящала время, конечно, больше всем здоровью, но так как я уладила все вопросы... Молодец. Да, да, да. И сейчас все в порядке, все хорошо. И я сейчас вот полна силы, жизненной энергии, мне захотелось, естественно, как-то проявить себя, безусловно, потому что это моя, как сказать, жизнь, это мое предназначение. Я должна это делать, да. Ну, песню мы послушаем, посмотрим чуть-чуть попозже, пока вот о том, что сейчас происходит. Вот ты следишь сейчас за трендами, за новинками, которые выходят? Что нравится, что не нравится? Вот куда музыка современная идет? Ну, безусловно. В «Версус Баттлы» смотришь, всякие телешоу, но я, конечно же, не отслеживаю вот до такой стимии, да, наверное, это... Я пошутила. Да, но у меня есть, конечно, часть любимых артистов в мире, наверное, так можно сказать, да. Я очень люблю Бруна Марса и считаю, что это выдающийся музыкант. И что самое интересное, недавно в Ютьюбе мы с дочкой нашли его видео, где ему 6 лет, он, оказывается, был очень популярный, когда ему было 6 лет, это был мальчик, который лучше всех пародировал Элвиса. Там, скажи, пожалуйста, дяденьки Юры не было рядом, либо вот как-то так, по близости. Дяденьки Юры? Да. Ну, не поняли тебя, но объясни, какого? Николаева. А, дядя Юра. Ну, просто параллели с твоей жизнью. Ну, просто вдруг случайно как-то. Я так хотела сказать, тебе же это близко, ты же тоже с малых лет, считай, уже звезда? Утренняя. Ну, пока раз и утренняя, да. И, видишь, и Бруна был с малых лет. Да, утренняя звезда, это такое безусловное... Что это мы расскажем чуть позже, Юлечка, ты пока сформулируй, да, потому что у нас небольшая пауза, после которой мы вернемся. С нами остается Юлия Началова, вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна.ФМ, друзья. До конца часа у нас будет премьера клипа, так что никуда не уходите. Юля, что мы тебе хотим сказать, что у тебя такая бодрая и яркая армия фанатов, потому что даже уже нам звонили из разных городов. Ты можешь себе представить? Из Испании, ну, из европейских, не только со страны нашей большой матушки. И, я так понимаю, люди вот прям следят за тобой долгие-долгие годы, у тебя карьера, несмотря на твой молодой возраст, карьера большая, с детства. Да, звонят, спрашивают, интересуются. Вот скажи, сейчас, когда такая открытость вообще публичного человека с миром, ну, имеется в виду соцсети, все что угодно, сейчас звезда как-то стала не звездой, а ближе намного. Вот ты поддерживаешь с ними связь, получаешь вот эти советы, как ты на них, реагируешь, не реагируешь, на позитивные, на негативные? Мало того, я очень часто лично отвечаю, даже в директе, в директе, в инстаграм, да, там даже оказываю психологическую помощь. Если спрашивают советы, да, просто. Потом девочка рассталась с мальчиком, маленькая, ей успокаивает, ну, я не знаю, такой человек, мне кажется, что, ну, насколько хватает времени, насколько... Ресурсов вообще жизненных. Да, я, конечно, не могу охватить весь мир и всем помочь, безусловно. Ну, скажи, правда ли когда-то в свое время тебе очень помогала Ирина Понаровская? Да. Вот как, что это, в чем она тебе, да? Я считаю, она действительно, это целая школа для меня была, я ездила с ней... Как так получилось, что вы вместе стали работать и ты выступала с ней? Это была ее инициатива, да, ну, даже если это была моя инициатива, я бы не смогла ее осуществить, я совсем еще... Ну, конечно, хорошая школа, да, и она это рассказывала сама во многих интервью, что она попросилась к Юрию Александровичу Николаеву в жюри, это была одна четвертая финала «Утренней звезды», да, всего-то было два канала, поэтому смотреть-то толком было, ну, особенно нечего, и все смотрели, конечно, «Утреннюю звезду», и я ее тоже смотрела, да. А она попросила с жюри, потому что она меня увидела до этого по телевизору, и захотелось ей посмотреть, насколько это реально, живу, и вот так вот все, и пляшет, и поет, и билеты продает. Супер ребенок, блядь. Такая талантливая, да. И после того, как уже закончилась съемка, закончилась, ну, концертная программа вот эта, она попросила администратора, чтобы мы к ней пришли в гримёрную с папой познакомиться. Ну, для меня это был целый шок, потому что это хвала, это леди-звезда, это, да, и это очень красивая женщина, которой учиться, вот, я не знаю, каждая мелочь. Да, и реально, так получилось, мы стали ездить вместе на гастроли, она меня с собой взяла уже в турок. В общем, завязалось такое плотное партнерство. Да, и мало того, мы садились с ней, это часто, кстати, рассказывала сама тоже, самолёт, она всегда усаживала меня рядом, открывалась моя сумка, проверялась косметичка, чтобы отпечатков пальцев на помазе не было, чтобы всё было стерильно, идеально. У настоящей артистки должно быть всё блестеть, всё вот такое, и я с этим вот просто в школу. Смотри, у тебя была индивидуальная фабрика звёзд. Да, индивидуальная просто. У нас есть звонок для себя. И у кого? Да, да, да. Так, помогаем. Юля, держи наушники, у нас есть телефонный звонок, звонит нам твой, я так понимаю, поклонник, зовут его тоже Роман. Роман. Роман его зовут. Вот пока Юля надевает наушники, я напомню номер телефона, 495-276-089-9, прямой эфир. Пожалуйста, если хотите Юле задать вопрос, я думаю, она с удовольствием ответит. Алло, здравствуйте. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. Да. Рома, здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте, Юля. Очень приятно, что даже называете моё имя в эфире. Спасибо огромное. Ваш любимый альбом это Wild Butterfly. Прекрасный альбом, шикарный. Спасибо вам огромное за него. И последнее время были синглы, понимаете, они все яркие и прекрасные. И как вот «Вдаль за горизонт» у вас был и тот, который вышел сейчас. Они разноплановые, но когда такой яркий и сильный вокал, как ваш, это всегда приятно слушать, честное слово. Огромное спасибо. Есть ли у вас планы на вот большой такой сольный альбом Юлии Началовой? Это когда-то вы планируете или думаете, это придет как вот вдохновение, да, то есть что-то вы не планируете? Да, безусловно, я планирую. Спасибо большое, Рома. Спасибо, Рома, огромное. Я просто до мурашек серьезно, потому что я такой эмоционально восприимчивый человек. И я знаю, что просто это была такая работа, Wild Butterfly, и есть люди, которые это оценили, и для меня это так вообще важно. Спасибо. Планируется ли что-то такое большое сольное? Да, я сейчас просто, мне кажется, такое время, когда... Надо выпускать все синглами. Синглы, да, в основном выходят. Но, мне кажется, что сингл за синглом как раз компонует тот самый альбом. О чем я думаю, все мои мысли. А это достаточно, знаете, позитивные мысли сейчас. О том, что надо... Ёлечка, ну в общем, вопрос времени. Да, я думаю, да, это вопрос времени. Альбом все равно, он готовится достаточно долго. Wild Butterfly, который я делала в Америке с Уолтером Афанасьевым, с оркестром Лос-Анджелесским, с Кенни-Джи, это была работа потрясающая такая. Он готовился несколько лет, потому что я не просто как певица всегда участвую. Я пишу, я участвую в аранжировках, мне интересует, какой бас будет играть, какой барабан. Весь процесс контролируешь, конечно. Весь процесс, да. И я в этом всегда участвую. Мне такое доставляет это удовольствие. Я даже шепотом вам скажу, что мне гораздо больше доставляет удовольствие, чем красться перед концертом, как говорят, расфуфыриться, разодеваться, каблуки. То есть сам музыкальный процесс происходит? Этот процесс для меня самый любимый, да. Я не вижу ни окон, ни двери, ни часов. Вот он, музыкантский музыкант. Сделаем маленькую паузу, потом вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем. Страна FM, студия Лиза Калинина, Роман Шахов. И у нас в гостях сегодня Юлия Началова. Друзья, пишите. 909-928-1-89-9. Юля, вопрос к тебе такой. Вот смотри, когда бывают всякие, ну такие непростые ситуации, у нас просто часто звездам пишут, разного уровня там в работе, в жизни и так далее. Вот какое ты можешь дать напутствие? Ну то есть все же проходит, но вот чтобы в этот кризисный момент справиться, как быть? Как себе самому помочь? Реально, мне кажется, что только сильным людям, да, посылаются такие испытания. Испытания славы, испытания там. Слава тоже испытания все-таки. Да, я считаю, что это тоже, что не все справляются. Мы сейчас об этом только немножечко косвенно говорили в дни эфира. И какие-то такие испытания, когда кажется, да за что же это все там, да, или предательство близких людей, там, ну что-то такое. Мне кажется, многие через это проходили. Знаете, есть такое, вот в моем понимании, как-то два варианта. Можно сказать, что стакан наполнен наполовину, ну да, он там... Полупустой. Только наполовину. Только наполовину. Или наоборот, что он уже наполовину, да, вот как-то по-другому. Надо стараться, смотреть сложно, да, но надо стараться по другим углам. Опять же, есть вещи, которые я четко понимаю, что все, что Бог не делает, все к лучшему. Вот или как угодно, у кого какая религия там, да, там... Мировоззрение какое-то. Вселенная, да. Она сделает так для вас, как это должно быть, если вы... У вас тут четко должно быть в голове только одно ваше, как сказать, предназначение, к чему вы стремитесь, в ваши цели. Вот если это семья или там, ну да. Ну или во всех сферах быть, успеть. Ну в любой, да, в любой сфере, да. Мне кажется, что вот надо это принимать так, как есть, потому что нам кажется сначала, что это что-то против нас, оно на самом деле так выстроено, что надо пройти через это, чтобы было вот другое, что-то хорошее для нас. Ну как ремонт, дискомфорт, переживаешь, чтобы потом было классно. Я всегда, ну хорошо, в примере, вот мелочь там какая-то, когда я опаздываю куда-то, да, я не люблю опаздывать. К нам пришла тютелька в тютельку вовремя, идеально, идеально. Бывает, вот все не складывается. Ну пробки там, конечно, непредсказуемо. Пробка там, да, какой-то стал, там, на газели перекрыл дорогу. Погода. Просто не понимая, что делать, да, злишься там, уже просто истерика. Волнуешься. Да. Нужно подумать в этот момент, а не ограждает ли вас, вот, ваш ангел-хранитель от чего-то плохого? Почему бы нет? Недавно у меня менты отобрали права на полтора года. Точно. И хорошие работники ГИБДД. Да, я не говорю про всех, но, да, есть некоторые непорядочные, да, которые вот любят получать денежку ни за что. Да, я решила, что нет смысла, какой смысл-то, да, вам платить, вы ничем это не заработали. Конечно. Вот, и так получилось, что слово за слово и... Узнали? Начали обвинять, да, там, в том, чего и не было. Вот. Ну, это уже... Другая история. Да, не люблю я об этом уже говорить, но сам факт. Я часто мне журналисты задают вопрос, вот, Юля, у вас так вот получилось, а вот вы, как же, вот, там, без прав, вас лишили, там, да-да-да-да. Я говорю, ну, наверное, эти полтора года мне не надо ездить за рулем. У меня есть дочь, у меня... Такси есть? Нет, у меня есть водитель. У меня есть водитель. Вот, и он до этого тоже был, просто я люблю дочку возить в школу сама, вставать с утра, и вот то самое время, которое мы с ней проводим вместе. Ну, теперь можно чуть-чуть подольше поспать, да. Друзья, сделаем маленькую паузу, вопросы, Юля, вконтакте Страна ФМ, можете это оставлять, ну, и потом мы вернемся. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Дорогие друзья, это телерадиоканал Страна ФМ, лучшее в стране, и «Я выбираю тебя». Так называется клип, который мы очень скоро увидим. Пишите песню. Я выбираю. Юля, ну, рассказывай, песня свежая, новая, клип тоже. Да. Как создавалась? Кто писал? Я сама писала. Сама писала, да, сама всю... Да, похвались-ка. Да-да-да-да, я-я-я-я, родина, медаль. Ну, это моя вот такая работа, которую я... Ты автор слов и музыки. Да-да, мне очень хотелось, как правильно такая жизнеутверждающая песня, потому что разные ситуации бывают у девчонок, ну, и вообще у людей. И, как бы, всегда обычно идет момент сострадания и скулижа. Я решила, что хватит уже действительно нам всем скулить и... Страдать. Да, страдать, потому что чем больше позитивных эмоций, тем ты больше себя настраиваешь на удачу, на какие-то там хорошие, светлые моменты в жизни. Я... В принципе, эта песня, по большому счету, обо мне. Ну, конечно. Да. Авторская. Да. И в клипе тоже немножко есть такие зарисовки момента из моей личной жизни. А как без этого, да? Вот. Я, безусловно, выбираю быть сильной. И мне кажется, что это как-то со мной гармонирует. Насколько бы я в жизни не пыталась быть слабой и где-то даже подыгрывать в ситуации. Все это ерунда. Получается. Ну, да. Нужно быть собой. Мне кажется, надо быть самим собой, да. Вот. Поэтому, если говорить о личной жизни, о мужчине, да, который, вот, как сказать, если я сильный человек, то это должно быть в квадрате сильнее. Потому что, безусловно, мне хочется, так сказать, быть женщиной, а не Гитлером в юбке. Конечно, конечно. С шашкой на коло. Это тоже мне не нравится абсолютно. Скажи, а клип снимала режиссер Юлия Мельникова, да? Да. Если не ошибаюсь. Где снимали? Как создавалось? Как долго? Это были павильонные съемки. И Юля была практически оператором-режиссером. Почему я выбрала молодого, перспективного режиссера? Вот расскажи, и дала ли ты режиссеру свободу? Да, абсолютную свободу. Я высказала какие-то свои моменты по желанию, креативные, там, что-то. Ну, а это все было воспринято... На ура? Давай-давай. Хорошо, да. Ну, обычно бывают люди сами там... Себе придумали? Да, да, да. А тут все, погашали только процесс. Тут как-то у нас не было споров даже. И я поддерживаю, о чем мы говорили, талантливых, молодых, перспективных людей, у которых есть свой взгляд, абсолютно новый, незатертый, какое-то свое, не знаю, ну, свое какое-то другое видение. Юль закончила Лос-Анджерскую киноакадемию как режиссер и кинорежиссер. И она уже, у нее есть работа, она снимала и Григория Лепсу, и Сашу Панайотова. Друзья-друзья. Friends will be friends. Отлично. В общем, у нее есть уже опыт работы в этом, но она, в принципе, по большому счету, это такое начальное, да, в видео, в клипах. Такой дебютант именно в клиповых историях. По большому счету, да, но такой яркий, достаточно представитель. Мне кажется, что у нее хорошее, очень перспективное будущее, не только, может быть, в клипах и в кино, потому что она на это настроена. Вот. Мне было приятно работать всегда с свежими мыслями, свежие какие-то, вот, когда люди дают идеи, они просто по конвейеру. Это часто бывает, когда мы обращаемся к клипмейкерам уже именитым. Идет такой шаблон отчасти, да, какой-то? Да, да, да. У нас вопрос просто приходит от слушателей, зрителей, не хочется упускать. Юля, здравствуйте, вам вопрос. Скажите, вы когда-нибудь вообще грустите, или у вас всегда такое хорошее настроение? Написал нам Александр. М, Александр. Ну, бывает, конечно, бывает, но я тоже склонна там поплакать, что-то такое, там, мне и птичку жалко, и все такое. Ну, да, бывает, конечно. Но, опять же говорю, это работа над собой. Есть силоволи, да, которую надо в себе развивать. И вот этот вот негатив, его надо ломать, иначе он просто будет тебя... Даже не ломать, а просто выбирать лучшее для себя. Твое окружение так обматывать, да. И я, например, не хочу ходить перед дочкой с кислым лицом, недовольным. Весь этого... Твой символ, в общем, дочка, да, чтобы быть примером. Столько всего в жизни хорошего, реально, да. Не надо концентрироваться на каком-то вот негативе, не надо. Ну и в конце... Если так, стоп, Юлёк, прекрати. Юлёк, ты занимаешься любимым делом, это очень важно в жизни. Да, если вот реально найти своё дело, любимое, мне кажется, что вот весь негатив в основном у людей бывает от безделия. Моя бабушка так говорила, дайте людям по лопате, пусть они хоть что-то сделают. Или по метле, я не знаю, по арку берут. Она говорит, делайте что-то, да, даже физический труд, он облагораживает. Юлечка, если мы будем стенографировать вот этот эфир, мы напишем весь негатив от безделия, дайте людям лопату. Дайте людям по метле. По лопате, да. И песня называется соответствующим образом. То есть я выбираю, я выбираю лучший, я так понимаю, посыл такой. Да, вообще я дошла, наверное, до такого какого-то определённого момента. Каждый человек в жизни должен дойти до этого момента, когда он для себя понимает, что для него хорошо, а что для него плохо. Мы всё думаем, как в каких-то постах вечно, да. Ну, сам рулит процессом уже жизненным. Вроде бы что-то знаем, но мы ничего не знаем. Начинаем это искать там, и в людях так ещё не разбираемся. Но в какой-то момент наступает опыт, и ты что-то пережил уже в жизни, и ты стал сильнее однозначно, мудрее, и ты уже лучше разбираешься в людях. Ты не будешь делать таких ошибок, и ты как-то по-другому смотришь уже на многие вещи, да. И не живёшь какими-то моментами, как в подросток. Иллюзиями такие. То есть взрослеешь, да. Но всегда надо верить в хорошее. Ну вот мы сейчас поверим и увидим это хорошее, дорогие друзья. Прямо сейчас у нас в эфире и в ТВ, и в радио. Так что мы и слушаем, и смотрим свежую работу Юлины Началовой, которая называется «Я выбираю». Друзья, полетели! Ура! Ура! Подожди поближе и посмотри мне в глаза. Я хочу услышать всё, что можно, то, что нельзя. Надоело слушать от тебя эту сладкую ложь. С кем ты играешь, ты не понимаешь. Я теперь свободна и просто можно дышать. Ты моя проблема, а проблемы надо решать. Надоело слушать от тебя эту сладкую ложь. С кем ты играешь, ты не понимаешь. Солнце зажигает в небе огонь, Ищут люди свою половину. Каждый, кто из нас верит в любовь, Заберёт всё своё, выбираю быть сильной. Солнце зажигает в небе огонь, Ищут люди свою половину. Каждый, кто из нас верит в любовь, Заберёт всё своё, выбираю быть сильной. Моё сердце остыло, знаешь, ты совсем не мой герой, Я тебя простила, просто уходи и дверь закрой. Надоело слушать от тебя эту сладкую ложь, С кем ты играешь, ты не понимаешь. Солнце зажигает в небе огонь, Ищут люди свою половину. Каждый, кто из нас верит в любовь, Заберёт всё своё, выбираю быть сильной. Солнце зажигает в небе огонь, Ищут люди свою половину. Каждый, кто из нас верит в любовь, Заберёт всё своё, выбираю быть сильной. Солнце зажигает в небе огонь. Каждый, кто из нас верит в любовь, Заберёт всё своё, выбираю быть сильной. Солнце зажигает в небе огонь, Ищут люди свою половину. Каждый, кто из нас верит в любовь, Заберёт всё своё, выбираю быть сильной. Я выбираю... Я выбираю... Я выбираю... Юлия Началова у нас в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы услышали и посмотрели новую работу, которая называется «Я выбираю». Вот такая стёбная, прикольная. От счастья, да. Спортмены, красивая девушка. Федерация какого спорта предоставила тебе вот массовку, да? Вот об этом... Хореографическое училище. Хореографическое училище. Танцора. А что? Танцора. Вот. Ну, там использованы, да, некие элементы. Конечно, конечно. Да, клюшки профессиональные, мячи. Скажи, ты сама сейчас как? Танцами занимаешься, спорт? Что в твоей жизни? Я, конечно... Или так? Да, 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 как, знаете, как это называется? Не изоление больше, наверное, потому что нужно на это время. Я очень люблю плавать. Вот плаваю я часто. Ну, хорошо, достаточно. А вот сами железки стягать я... Нет, просто почему я спросила, ты танцуешь в клипе. Вот, и я думала, может быть, ты занимаешься хореографией сейчас? Я не балерина тут абсолютно. Это я просто двигаюсь в такт с чувством. А так я, конечно... А далась процесса? Знаешь, я всегда мечтала танцевать. Всегда мне хотелось этого, но... И как-то больше времени делалось пение. И профессия тебе позволяет. Но я занималась бальными танцами и не один год. Лет 6-7, наверное. Даже выигрывала некоторые конкурсы по ломбаде и по латиноамериканским танцам. И судя по ломбаде, мы понимаем, что это было не вчера. Да, это было не вчера. Это было поза-поза-поза вчера. Совсем. Вот. Но, конечно, это должно быть... Какая-то любовь в движении. Да, оно есть, конечно. Но я очень люблю, вы знаете, рэп, хип-хоп. И иногда мы с дочкой в машине устраиваем такое. Подожди, то есть ты рэп читаешь в машине, да? Нет, я не читаю, но... Но когда играет какой-то трек, подпеть можешь. Да, да. Подсчитать можешь. Подсчитать, да. Под Бруно Марсом мы там участвуем всегда. Слушай, ну получается, Вере сейчас 11, да? Вере 11, да, скоро подвиваться. Чем она увлекается? Какие мамины песни любит? Какие критикует? Расскажи. Верочка очень творческая. Так. Очень воспитанная девочка. У нас не стоит вопрос о том, кто мои родители, что я одеваю, где я живу, на чем я езжу. Вот эти вопросы, они как-то всегда у нас на третьем и четвертом вообще плане, где-то там. Это как данность. Образование. Она увлекается рисованием. Она очень красиво играет на рояле. У меня в Инстаграме есть, я иногда выкладываю, она играет на актер Бабаджаняна и с оркестром. Здорово. Да, и при том это дело, знаете, меня заставляли это делать. Реально. Я любила больше петь, 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 мне вот часами. А в ортопиано сидеть, боже. А Вера наоборот, да? Вера очень к этому. Расположена. А откуда у нее любовь к творчеству Арноба Бабаджаняна? Вот все-таки время немножко другое. Знаете, мне кажется, это должно быть... Вкус привили. Ну как, и вкус, во-первых, да? Рождаешься в этой атмосфере, где тебе уже это все прививают. И, конечно, учительница первая моя. Что по музыке, что вы общеобразовательные. Это очень важно. Для меня это было важно тоже в моем детстве, потому что песня, моя самая первая песня «Учитель-учитель», и клип мой самый первый в жизни, это было посвящено моей первой учительнице. До сих пор с ней общаюсь. Ух ты, как приятно. Да, перезваниваюсь. Она так переживает, что у меня там, где что написали, какое она дает интервью иногда. Говорит, какая Юля прекрасная. Я хорошо училась, была отличницей. Но поведение у меня было трояк. Потому что я играла под партой вкладыши с ребятами. Ну да, я такая... Все успевала, все успевала. Ты как вообще расцениваешь, Вера пойдет по твоему пути? Хочешь или нет, чтобы так было? Или ты как бы непричастна? Сама пусть выбирает, сама строит карьеру. Но актер уже играет. Ну, она однозначно что-то выберет творческое. Это 100%. И, знаешь, всегда смотрю, когда я интервью каких-нибудь именитых народных артистов или там менее именитых, они говорят зачастую, я бы никогда не посоветовала... Чтобы моя дочь стала актрисой. Я бы никогда такой судьбы не хотела бы, такой тяжелой или что-то. Знаете, я всегда думаю, если у меня будет возможность, я буду помогать. Почему нет? Если я увижу, что она настолько трудолюбива и так, вот как я в детстве, просто это мечта, это работа, это просто вот все. То есть ты этим живешь. Почему нет? Знаете, как в фильме «Вокзал на двоих», когда привели Басилашвили в гостиницу, привела Гурченко, вот эту привокзальную, а там сидела Догилева и говорила, господи, нет-нет-нет-нет-нет, у меня этих лауреатов как собак не резано. Как вспомню, как я добывала эту должность, вспоминать про темно. Вот я всю жизнь думаю, как я добывала эту должность. Мне вообще ни грамма не стыдно. Я вот как-то, не знаю, с большой, не знаю, любовью, понятно трудности, понятно, что где-то тебя там недооценили, где-то что-то. Но это и такая борьба, как сказать, для творческого человека, да? Нужная часть. Закаляется, конечно. Да, закаляешься, безусловно. Конкурсы, там, еще что-то. Ну, и почему нет, если ты действительно предан своей профессии, серьезно этим занимаешься, и там тебе не надо ее завоевывать каким-то другим путем? Ой, Юля. Спасибо тебе. Поэтому, может быть, все. И поэтому, если она выберет эту профессию, почему нет? Мы тебе желаем, чтобы все случилось. У тебя настрой очень правильный. Ты большая молодец. И мы очень рады, что ты сегодня к нам пришла. Спасибо тебе огромное. Вам спасибо. Да, все будет отлично. Спасибо тебе огромное. Друзья, Юля Началова была у нас в эфире. Мы же с Ромой. Прекрасный клип. Смотрите, ставьте лайки. И качайте в Ютьюбе. И ждем новые песни. Новые клипы. Роман Шахов, Лиза Каленина. Друзья, целуем. Пока.